Игрушки есть, денег нет. Всем привет! Не так давно мы с Дашей были на пражском комиконе, где мы накупили много наклеечек, значков, артов у разных художников, но моей главной находкой были вот эти вот фигурки по Overwatch, которые я очень давно хотела. И в связи с этим я даже решила вот так немножечко похвастаться, потому что я получила доступ к бете второго Overwatch. У нас тут на фоне замечательная восхитительная Соджорн, и я надеюсь, что мой компьютер будет не слишком громко дышать и не будет вам мешать смотреть этот обзор. Вообще, эти фигурки я хотела очень давно, но у них очень часто происходят косяки в покраске, потому что они не самые дорогие, они, можно сказать, бюджетненькие. Они от компании Funko, которые изготавляют вот этих вот головастиков без ртов, с большими круглыми глазами и практически на одинаковых молдах. И вот, кстати, Funko по оверу, мне именно Funko Pop, мне не особо нравится. Точно так же, как мне не особо нравятся официальные фигурки от Blizzard, которые называются Deadly Cutie, как-то так, потому что, ну, они совсем какие-то мультяшные, неказистые. А вот эти фигурки, они очень миленькие, они детализированные, и их я хотела прям очень давно. Но, опять же, повторюсь, что тут нужно смотреть, чтобы не было никаких косяков в покраске, потому что, например, мне для полной коллекции моих хотелок, вот, кстати, здесь изображены абсолютно все персонажи, мне еще не хватает Ангелы и Генди. Генди успели купить до меня, там была абсолютно вся коллекция на фестивале, а у Ангелы как раз была проблема с покраской, что у нее подбородок залазил на ее шею. Поэтому вот эти две фигурки я еще найду. Ну, а вот оставшиеся четыре мне не особо нравятся, это не те персонажи, которых я люблю, поэтому я вот купила вот эти четыре. Ну, и для начала, наверное, хватит. Так, фокус. Я даже не знала, с кого начать. Ладно, наверное, начнем с дивы, с моей любименькой. Все фигурки видны вот в таком вот окошке, их защищает блистер. И хорошо, что это не blind box, что можно именно выбрать ровненькую фигурку, без всяких косяков. И открывается она, судя по всему, просто доставанием этого задника. Здесь вот есть скотч, который особо ничего не держит. И вот такая вот фигурочка. Какая она хорошенькая. Я, кажется, я начинаю подсаживаться на виниловые фигурки, несмотря на то, что мне очень нравятся фигурки подвижные, с шарнирами, но иногда и хочется какой-нибудь вот такой мелочи, которую можно вот так просто поставить на полочку и любоваться ей. У нее один глаз открыт, другим она нам подмигивает. Жвачка из полупрозрачного пластика, пистолетик с брелочком. Все покрашено очень даже хорошо. И опять же повторюсь, что это редкость у этих фигурок, они очень часто косячные. Поэтому если их покупать, то нужно внимательно смотреть, чтобы никаких грехов не было. Вот такая вот дива. Мой любимый персонаж. Как в Хотте, так и в Эвервотче. Просто красавица. Как будто бы я вот сюда ее поставлю. Так, следом я, наверное, распакую трейсер, ну раз уж мы сверху пошли. Так, ну тут какие-то странные следы от белого цвета. Белые краски на ее голове. Не знаю, что это такое, но с другой стороны это находится сзади, поэтому не так уж и страшно. Тут фигурка, в принципе, тоже покрашена неплохо. Потому что, опять же, это не самые дорогие фигурки. Вот этим мне обошлись всего лишь по 200 крон. То есть это 600 рублей получается. Поэтому за такие деньги это, в принципе, неплохо. Даже вот сережки у нее тут покрашены в ушах. Очень миленькая трейсер. Ну, естественно, поскольку это виниловая фигурка, у нее ничего не снимается. Но мне даже нравится, что у нее видны вот ее глаза. И они тоже ровненько покрашены сквозь вот эту ее маску. Ну вот немножко, немножко вот тут напортачили. Ну, не страшно. Потому что бывает так, что некоторые фигурки прям совсем косячные, что вот, что никак не купить. Разбавим наших дам риппером, жнецом. Жнец, выходи. Выходи, жнец. Вот эта вот поза у жнеца. Это и одновременно и победная поза. И эмоция его в игре. Вот это пожимание плечами. Мне она очень нравится. Она такая забавненькая. И хорошо, что сделали фигурку именно вот в этой позе. У нее прокрашены коготочки. Патроны для дробовика. Да, что жнец получился тоже очень четенький. У него такая вот маска, капюшон. И вот ножницы я вообще никаких косяков не вижу. То есть, если вот рейсер в некоторых местах можно было бы еще придраться, то вот жнец получился прям очень хороший. При том, что у него вот, например, плащ такой матовый. А вот здесь вот, где бронежилет на груди, он такой более глянцевый. Разбавит немножко эту радужную девчачью атмосферу. Так, ну и осталась у нас Мэй. Такая вот милашка Мэй, которая сидит на ледышке. В начале вообще я из этих фигурок думала себе купить, ну, диву, естественно. И думала насчет Гензи. Но потом, когда я увидела фигурку Мэй на ледышке, и Ангелу вот эту с крылышками, и жнеца, я такая, ну, что, берем всех. Тем более, что раз уж я четырех купила, мне тут осталось совсем немного, именно до полной коллекции тех, кого я хочу. Поэтому вот нужно найти ровненько в Агензи, ровненькую Мерсю. Может, я даже в этом же самом магазине дозакажу, которые вот были на фестивале. Все, выходит последняя фигурочка. Какая хорошая Мэй, я не могу. У меня еще есть Пачимари Мэй, которого мне подарили на день рождения, друзья. Я его тоже очень люблю, он нереально милашный. Может, я его даже сейчас в конце видео поставлю, покажу. Так. Вот такая вот милашка Мэй в очках, сидящая на льдинке. Тут даже снежок выглядывает. Шпилька в волосах. Мэй прям крутецкая. И тоже никаких, никакой погрешности в покраске. Но вот чуть-чуть вот здесь, типа, отпечатался ее мех на волосы. Но опять же, поскольку это сзади на фигурке, этого не видно. Поэтому не страшно. Такая вот полупрозрачная льдышка. И вот такая вот нолота. Как же я довольна этими фигурками. Хорошо, что меня не задушила жаба. И я взяла вот этих вот всех. Всех, которые мне понравились. Опа. Потому что вначале я вообще купила, кажется, как раз Диву и Мэй. А потом, уже под конец фестиваля, я такая, а пофига, купила еще вот этих двоих. Но вот все на полке, они будут смотреться просто бомбезно. Говорю, осталось еще две, и я буду просто мега довольной. А на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравились эти фигурочки. Оставьте обязательно свое мнение в комментариях. И для тех, кто не знает, напоминаю, что в описании у нас есть ссылки на наши чаты в Телеграме, где мы можем пообщаться, поделиться новинками в своих коллекциях, поделиться мнением о новинках, в принципе, в мире, в игрушечном мире, просто в мире. Поэтому мы всех там ждем. У нас там очень дружелюбная ламповая атмосфера. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok